Всем привет! Давайте поговорим про энгармонизмы и про занудство, потому что куда же без занудства в такой теме? Меня на это видео вдохновили комментарии под предыдущим роликом, но во всем по порядку. Сперва ответьте, пожалуйста, на вопрос и напишите в комментариях, что это за нота. Я специально для чистоты эксперимента закрываю руку, потому что меня больше всего интересует мнение абсолютников. Сам я не абсолютник, в чужую шкуру не залезть. Вот люди, которые сразу распознают ноту на слух. Теперь давайте для остальных, уже не закрывая рукой. Вот вы как для себя это маркируете, определяете вне контекста ми-бемоль или радиез? Я сперва расскажу, потому что некоторым классикам, которым не отделаться никак от вот этого классического образования, может быть интересно, как любители это, в свою очередь, воспринимают. Я расскажу, как это воспринимаю я. Уверен, тысячи других людей, которые так же, как и я, очень редко имеют дело с нотным текстом, настолько редко читают с листа, что я бы даже сказал, разбираю, а не читаю. Со мной согласятся, меня поймут. Таких любителей много. И вот я делюсь своим восприятием. И очень интересно мне будет почитать в комментариях, как это у вас работает. Для меня эта нота скорее ми-бемоль, а не радиез. Просто потому что я чаще всего играю блюз. Блюз я чаще всего играю от до. Там аппликатурки очень удобные. И от до, независимо от того, это вводный звук или основной, который есть в аккорде, такой скорее минорный как бы блюз. В обоих случаях я эту ноту получаю понижением ми на полтона. То есть, либо она входит даже в до минор, то есть, это точно ми-бемоль. Либо это как бы вот вводный. Такой звук тоже из минора как бы заимствованный. Так я это ассоциативно воспринимаю. Понятно, что блюз не минорный, не мажорный. Но вот я чаще всего встречаю эту ноту как ми-бемоль. Поэтому такие у меня ассоциации. Но есть контексты, в которых совершенно точно это будет и для меня тоже ре-диез. Например. Здесь это точно ре-диез. Потому что это просто ассоциируемый с аккордом конкретно для меня звук. Он оттуда прям взят. Си-мажор. Мы в ми-миноре гармоническом. И вот этот аккорд си-мажор. Это в ми-миноре седьмая повышенная. Короче, ре-диез. Прямо стопудово не ми-бемоль. Потому что как в ми-миноре у нас может быть нота ми-бемоль. Вот. Я привел пример контекста, где для меня это точно ми-бемоль. Пример, где это точно ре-диез для меня. Но так как я не, скажем так, обременен классическим образованием достаточно для этого степени, есть еще примерно третья, так на вскидку с потолка беру эту цифру. Треть примерно случаев, где мне, выражаясь научным языком, по барабану. Это ми-бемоль или ре-диез. Например, вот самый такой наглядный. Я обнаружил такой баг у себя в сознании. Если я по хроматике иду вниз, то для меня вот эта нота, если я на долю секунды задумаюсь, а что это вообще за нота, для меня это будет ми-бемоль, потому что, наверное, это фрейминг называется. Я только что сыграл, потому что ми. И дальше иду из нее вниз. Но если я эту же самую хроматическую гамму сыграю наверх, то теперь, когда я задумаюсь, а что это за нота, я подумаю, что это ре-диез, потому что я только что играл ре. То есть, у меня нет привязки к тому, как бы это было записано в нотах. Но прошлое видео было посвящено тому, что я собирательно назвал опевание. На самом деле, там просто всякие неаккордовые звуки, вводные тона, может быть, много разных каких-то умных слов. По факту, идея была такая, что можно взять аккордовые тона, допустим, до ми-соль и стрезвучие до мажор, и на полтона вниз сваливать и возвращаться. Но дернул же у меня черт привести примеры вроде коллизии, примеры из классической музыки, которая, безусловно, записана в нотах. Я, пытаясь передать свое детское недоумение, откуда берутся те или иные знаки альтерации, я сказал следующее. Откуда в ля-миноре ми-бемоль? И все. И налетели люди в комментариях, справедливо занудствуя, что вообще-то... И дальше вот сказано то, с чем я не совсем согласен по сути, ну, согласен с выводом. Вообще-то в ля-миноре вот этот звук, это четвертое повышенное, поэтому это радиез. Я не согласен, что когда мы играем вот этот вот вводный звук, что это прям четвертое повышенное. Почему это не пятое понежное? Но я согласен, что это грамотно было бы записать в нотах радиез, просто потому что так удобнее. Если у нас рядом написано ми, потом ми-бемоль, то получается на одной и той же линеечке один и тот же кружочек и еще там какой-то знак альтерации, ну, так проще, чтобы не плодить лишние сущности. То есть я это ассоциативно воспринимаю для себя как понижение ми, а поэтому ми-бемоль, ну, потому что я настоящий кабацкий лабух, который очень мало с нотным текстом имеет дело. Но если бы кто-то так записал ноты, я первый сказал бы, ну, ребят, ну, это неудобно, неграмотно, это ре диез. Но я вообще не могу привыкнуть думать об этом, ну, представлять себе нотный текст, когда играю. Итого, если это аккордовые звуки, допустим, я еще взял кусочек из песни Nobody Knows You When You're Down and Out, очень классная блюзовая песня, здесь это у нас аккорд, доминант септа от до, то есть это точно си-бемоль, потому что она, ну, просто она есть в этом аккорде, где это седьмая низка, да? Здесь это точно ми-мажор, это точно соль диез, потому что она есть в аккорде ми-мажор. Да, здесь это точно до диез, а не ре бемоль, потому что она входит в ля-мажор. То есть как только это звук, ассоциируемый с конкретным аккордом, у меня никаких нет разночтений, сомнений и колебаний в том, там, до диез это или ре бемоль. В том же самом, в той же самой келизе, например, если бы речь шла про вот этот звук, я бы не сомневаясь сказал, что это соль диез, а не ля-бемоль, потому что это звук, входящий в аккорд ми-мажор. Звук, получаемый с повышения ноты соль, это соль диез, седьмая повышенная в ля-миноре гармоническом. Но, если вы, это мой личный совет, мое мнение, я в нем глубоко убежден, если вы имеете дело с какой-то просто непонятной, проходной такой кракозяброй, которая подразумевает вводные ноты, проходные, которые непосредственно в аккорде не закреплены, не зафиксированы в каком-то, то не принципиально до той поры, пока вы не пытаетесь записать это на нотном стане. Очень замечательный пример был в комментариях под предыдущим видео. Если я говорю слово молоко, вы понятия не имеете. Я грамотно написал бы его молоко. Или я использовал бы скорее транскрипцию молоко. Но, так как, говоря о нотах, я вынужден их назвать. Чтобы не повторять осколите, допустим, сертаки. Здесь тоже я этот звук воспринимаю как ре-бемоль, потому что это для меня такое вводные ноты, обыгрывание, опевание ноты ре. Но в нотах это удобнее было бы записать до диез. То есть, если мы не имеем дело с нотной записью, мы говорим, что это ре-бемоль, а это на самом деле в нотах было бы до диез, мы как будто совершаем для, например, набежавших в комментариях под предыдущим видео, классиков, как будто совершаем орфографическую ошибку. Но лично меня за инструментом волнуют фонемы, грубо говоря, то есть то, как это звучит. Я прикладываю два очень классных видео англоязычных как раз таки с полемикой двух здоровских музыкальных блогеров на эту тему. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, насколько для вас принципиально энгармонизм называть правильно. Да, еще важный момент, важное замечание такое. На сайтах с аккордами часто можно встретить, например, вот этот аккорд, названный ре диез мажор. Это тот случай, когда меня корежит прямо как вот классических снобов в комментариях под прошлым роликом. Извиняюсь, если кого-то задел, ничего негативного не подразумеваю, потому что просто этот аккорд, он почти всегда ми бемоль мажор. Особенно, если у нас песня, допустим, фа миноре. Это седьмая ступень, низкая фа миноре. Это ми бемоль мажор. Поэтому на сайтах с аккордами часто можно встретить это записано как д диез, а не е бемоль, просто потому, что эти алгоритмы часто на автомате эти аккорды записывают, и им по барабану в 100% контекстах, в отличие от меня, которым по барабану примерно в 33,3 в периоде контекстов, ре диез это или ми бемоль. То есть, если это аккордовый звук, то прям важно понимать, как мы его называем, потому что нам для этого нужно понимать, какие звуки входят в тональность, какие аккорды входят в тональность, в какой аккорд входит эта нота. Если же это просто проходной звук, в общем, я преподавательскую привычку свою на всякий случай три раза одной тоже объясню, чтобы точно дошло во всю эксплуатирую, я не буду больше вас этим всем отягощать. Всем удачи, жду еще один оживленный спор в комментариях. Пока!